Вообще говоря, курс, которым мы занимаемся, он изначально планировался и проводился как курс еврейской истории. Мы, как вы помните, все время концентрировались именно на событиях, которые происходили в истории еврейского народа, вообще в истории мира, по нашим изначальным вечным источникам, по святым книгам. И сейчас так получилось, что мы немножечко ушли от нашего обычного положения дел, то есть мы перестали обсуждать конкретные события на некоторое время, получилось, что мы занимаемся немножко еврейскими законами, законами еврейского государства, как оно строится. И, к сожалению или к счастью, эта вещь совершенно не имеющая, скажем так, альтернативы. Потому что нам предстоит после завершения истории самой Тории начать изучать эпоху, в течение которой еврейский народ вторгался и захватывал святую землю. И постепенно в течение этой эпохи вторжения и захвата начинал строить еврейский государство, начинал разбираться с тем, как оно должно действительно функционировать. И поэтому, конечно, перед тем, как описывают эти события, нам приходится немножечко клониться в сторону от описания фактических событий, от того, что, скажем, нам нужно описать последний день жизни Мошер Абейду, Моисея, потрясающий, очень важный день в еврейской истории, когда он передавал дела, когда он давал благословения всем коленам, всем, кто остается после его героической великой жизни. То есть мы до этого немножечко застопорились на главе Шовти, то есть на одной из частей вот этой огромной предсмертной речи Моисея, Мошер Абейду, где он рассказывает о строении еврейского государства. И сегодня мы обязательно уже с Божьей помощью дойдем до конца этого момента, этой части. Мы уже закончим обсуждать законодательные элементы этой главы и с Божьей помощью пойдем вперед в обзоре этой его 36-дневной речи, самого длинного урока Торы в еврейской истории, и дело уже пойдет чуть веселее. Но сегодня еще две очень важных подробности, два очень важных закона. Первый очень удивительный для современного человека, а второй, который мы начинали рассматривать, но пока не дорассмотрели по характеру еврейской монархии. И там мы скажем буквально несколько слов. Закон, о котором мы сегодня начнем говорить, называется «Закен Мамре», то есть «Старик, взбунтовавшийся», пунктующий старец. Закон этот очень известный, про этот закон Рамбан Рамбан, один из наших великих таббалистов и таблицов, написал, что нужда этого закона очень велика. Это очень важный, необходимейший еврейский закон. Хотя связан он с достаточно экстремальными деталями. Дело в том, как написано в самой Торе главе Альфорти, то, что Мошер Абейду рассказывает, Моисей рассказывает евреям перед своей смертью, что они должны делать, когда они построят свое государство. Что элементом правосудия в еврейском народе является следование за центральным религиозным судом, то есть за центральным органом законодательной власти. Не может быть никакой разноголосицы в этом вопросе, если центральный суд, который будет находиться на том месте, который изберет Творец. Пока еще не произносится слово «Иерусалим», потому что пока неизвестно, в момент речи Моше какое место изберет Творец. Но этот суд, Синедрион, как вы понимаете, будет находиться на Шалайме, на храмовой дворе. Так вот, если этот самый Синедрион что-то устанавливает, что-то решает еврейская история, в какой-то момент еврейская история, что-то решает, какой-то закон выносит. И кто-то из раввинов на территории Святой Земли злостно не подчиняется Синедриону. Я сразу говорю конкретно закон, как вы говорите, этот раввин может быть даже казнен. Как написано совершенно четко в самом тексте Торы, что если он, Ишашель Ясебе Задон, сделает злоумышлен против того, что ему скажут в том месте, который изберет Творец, значит, он должен быть умерщелен, этот человек, и весь еврейский налог должен об этом узнать. Ишашель, это один из четырех случаев, когда раввинский суд обязан сделать так называемую ахразрудовость, объявление о своем решении, о приговоре, который приведен в исполнении, на территории всего Израиля, на территории всего еврейского государства. Все должны знать об этом. в эгерову, и все должны бояться. То есть все должны услышать и убояться того, что случилось. На самом деле, конечно, все, как всегда, далеко не так страшно, как кажется. Потому что, как совершенно ясно из текста Торн, обращается этот человек при исключительно прихотливых, особенно обстоятельствах. Как объясняется в Толгуре, когда они сангидрили. И все это выводится совершенно четко, и из самих стихов тоже, то, что написано об этой самой главе Шевкина, что он должен пройти, так сказать, три стадии проверки этого человека. О чем идет разговор? Приводится, например, начинается спор между законодателями, между раввинами в каком-то месте, в каком-то перебильном городке на территории Святой Земли. Большинство раввинов говорит так, а один говорит сяк. Причем очень важно, что если этот человек подчиняется большинству раввинам в деле, он может что угодно про них говорить. Мы это обсуждали с вами как-то раз. Он может говорить, что эти раввины ничего не понимают, что они совершенно необразованные люди, что они абсолютно не так, как надо, трактуют закон. Он может с ними не соглашаться в теории. До тех пор, пока он не предпринимает против большинства никаких практических шагов, он ничего не нарушает, его никто никуда не тащит. Даже он может это слово поварить перед людьми? То есть он может говорить, что я считаю, что эти люди некомпетентны. Но, поскольку это раввин, которые здесь работают, и которые вынесли такое вот решение, мы идем за большинством, делайте, как они говорят. А сам их делать не будут. Это другое вопрос, что он там сам делал. Это его личное дело. Например, как имел прижимые, так и имел. Мы как раз до этого скоро дойдем. До того, что там происходит в этой ситуации. Так вот, он может так теоретически не соглашаться. Если он практически не соглашается, они, естественно, его не трогают руками. Они его деликатно, нежно приглашают в Иерусалим. В Иерусалиме его ждет три кордона раввинских судов. Первый сидит в воротах Иерушалима, то есть в воротах части Иерусалима, которая уже находится рядом с Хамовой горой. И, значит, там его проверяют, слушают мнение большинства раввинов, слушают его муну. Если этот первый суд соглашается с ним, прекрасно. Значит, он прав, большинство неправо, значит, и большинство будет пересматривать свое мнение. Теперь, если первый из этих трех судов, вот этот вот сидящий в воротах, он не согласился с этим индивидуалистом, а согласился с большинством, тогда его ведут в следующий суд, более высокий, который уже находится на входе, фактически на территорию храма, рядом с Синедрионом, недалеко от Синедриона, от главного суда. И там его еще раз проверяют. Такая же ситуация. Если там с ним тоже не согласились, вот тогда он приходит в главный суд на территории святой земли, то есть в виде величайшего патрицитора поколения заседает. И он им начинает рассказывать, что вот это мнение мое, это мнение людей, которые со мной спорят, и они, допустим, говорят ему, что он не прав. Что его галактические решения, его законодательный подход, вообще он неверный. Тогда что он делает? Он возвращается домой, и он может сказать, что даже Синедрион неправильно рассматривает закон. Но поскольку это Верховный суд, наш на территории святой земли, чтобы не создавать прецедент, чтобы люди не игнорировали, не дай Бог, решение центрального органа законодательного, давайте будем делать так, как они говорят, но я остаюсь при своем мнении, я с ними не согласен. Все нормально, все живы, все здоровы. Но, если он приезжает в город и говорит, ааа, там этот Синедрион, значит, вы будете делать, как я говорю, я знаю лучше, чем они. Вот тут у него может произойти жизнь большая, можно сказать, очень большая, если не сказать последняя, в жизни неприятность. Его тут могут схватить и повезти за веру в очередь в Иерусалове, в Иерусалове, и там, если он категорически не откажется от всех своих указаний, которые он давал, то его таки даже могут казнить. Оказывается, что, это большой спор наших законодателей, в том, что Аркадий Савгене, но устанавливается Галлаха, это Курамбом устанавливается, в Талмуде так понятно, что далеко не всякая Галлаха, далеко не всякий закон может привести к смерти этого человека. Мы же с вами приводили пример в одной из лекций, одной из самых экстребальных наших лекций, связанных с историей лисидизма, если помните, пример о человеке, Викимравине, который взял и начал странно трактовать заповедь Мизуза. То есть, вместо того, чтобы, как весь еврейский народ, вешать Мизузу на правую сторону двери, он решил своим ученикам сказать, что все зависит от того, куда открывается дверь вообще, если она открывается внутрь, то надо так вешать, если она открывается наружу, то надо сядь вешать. И в итоге, в большинстве случаев, у последователей этого знаменитого раввина, Мизуза висит слева, а не справа, так как нужно по еврейскому закону. Оказывается, такого человека не казнили бы во времена храма, если бы даже он по этому вопросу не согласился в Синедрион. Потому что этот вопрос одного из еврейских законов, не связанный с так называемым коросом, корректируем, истреблением души. То есть, только тот закон, который влечет за собой тяжкие, страшные наказания свыше, вот за такой закон, за неправильную трактовку такого закона ему могли даже казнить. Я приведу вам конкретный пример, тем более, что недавно мы очень глубоко разбирались в этом законе, и получилось так, что как-то раз мы этот закон с вами вскользь упоминали, и я сказал обыгрызные решения, которые в шухонорах, которые в своде законов имеются, и оказалось, что на сегодняшний день, в общем-то, ситуация гораздо тоньше, чем то, что я вам по-простому сказал из свода закона, и вот как раз такой закон, вот этот закон, который мы сейчас рассмотрим, исключительно важный и болезненный, это тот закон, за который таки могли старикам, ментовавшегося, казнить. Закон связан с супружескими отношениями. Вообще, просто, чтобы конкретно говорить, я изложу ситуацию, ситуация, она будет разная, но ту ситуацию, в которой возникла проблемы. Молодая еврейская семья, прекрасно начавшая свою жизнь. Молодой человек, который пришел к нашей традиции, к нашим ценностям, в возрасте где-то 24-25 лет, где-то около 26 лет, он женился, девушка тоже, очень хорошая еврейская девушка тоже, скромная, замечательная, им поставили хупу, стали они жить, поживать, и вот она, беременная, и вдруг выясняется, когда она на 8-м, или уже почти на 9-м месяце, выясняется вдруг, что все время ее беременности, во всяком случае, несколько месяцев, вторую часть ее беременности, ее муж изменял ей с какой-то своей старой, нееврейской знакомой из прошлой жизни, потому что жена как-то так немножко пополнела, и живот у нее, и как-то, в общем, она его уже не сильно устраивала в этот период, он решил отдохнуть отца и супруги на стороне. Ну, понятно, что этот поступок, он совершенно однозначно квалифицируется и с точки зрения морального, и с точки зрения еврейского закона. Дело не в нем, а дело в том, что делать дальше. И вот этот вот важнейший вопрос, не только нравственный, но, естественно, вопрос закон, существует еврейская семья, что делать дальше? А девушка оказалась очень принципиальной. И она вот, как только закончилась у нее беременность, слава Богу, была очень удачной, она родила ребенка, она пришла к учителю, кровину этого молодого человека, и сказала ему, что я с этим человеком продолжать жить не намеренно. Он полностью дискредитировал себя в моих глазах своим поведением, и я требую развода. Понятная, обыкновенная жизненная ситуация. Я напоминаю вам, что, к сожалению, как и он, в данном случае, поговорка русская ломать не строить, она абсолютно не актуальна. Здесь, в вопросах создания и разрушения влезли семьи, мы должны сказать, не ломать не строить, а строить не ломать. Потому что поставить купум, для того, чтобы муж с женой стали единым человеком, много извили нетрежности. то есть нужно знать минимальные вещи, и людей поженить, это не проблема. А вот тогда, когда они уже стали единой личностью, единым человеком, Адамом, вот после этого разрезать этих сиамских близнецов и провести процедуру развода, это уже вещь, как мы с вами знаем, тончайшая, такая хирургическая операция. и развод этот должен быть очень правильно оформлен. Очень правильно должно быть все сделано. Например, если мы заставляем мужа разводиться, когда он не должен разводиться. Например, просто отношения испортились у мужа с женой, пришли родственники жены, тоже история из деятельности трагически родительского суда, два брата старших жены пришли и так поговорили с мужем, что он после этого просто побежал в Равинский суд давать развод. Побежал. И потом несколько Равинских судов разбирались с этим разводом, потому что это вообще это развод или нет. Потому что естественно, как написано в самой Торе в прямом тексте, мужчина, который разводится с женой, он может и должен производить эту процедуру не под давлением, а абсолютно по доброй воле. И тогда, когда его заставили, причем не было никаких оснований для того, чтобы его заставлять, этот развод просто может оказаться вообще недействительным. Бывшая жена может оказаться его нынешней женой. и эта женщина с таким разводом она просто не в состоянии не может выходить замуж. Она полностью остается замужней женщиной. Это тяжелейшая ситуация. Есть случаи, когда мужчин заставляют разводиться, мы тоже с вами это обсуждали неоднократно. Это классические, простые случаи. Например, когда муж отказывается исполнять супружеские я не буду писать. Или когда он вообще не кормит жену, я не хочу, не буду ей давать ничего, она плохая, у нее характер. Не знаю, что. Так его заставляют или ее кормить, или давать ей необходимое по закону с помощью существования или развестись. Причем заставляют всеми методами. Абсолютно. Есть такое выражение, там, они кофим башутим заставляют палками. Что это означает? Совершенно необязательно, что его сразу начинают бить палками, но его приводят раввинский суд, и с ним сначала очень-очень конкретно разговаривают, а потом если он этого не слышит, если он продолжает издеваться своей женой, мучить ее годом, люди по 10 лет издеваются над женами, так с таким человеком могут быть самые-самые жесткие, трагические последствия произойти благодаря раввинским судам, которые обязаны этих женщин вызволять из заточения то, что вызывается на Хавлея и Гун, из око привязанности к мужу такому вот нехорошему, который над ними таким вот образом издевается. Но это все обычные вещи, это все обыкновенные президенты в еврейском законе, это все работает уже 3000 лет, и это все мы знаем. Но есть случай, когда вроде бы мужа заставлять нельзя, а если мужа заставлять нельзя его заставить, это может вообще никакой не развод. И вот задается вопрос, вот в этой ситуации, когда муж изменит жену, он и не бьет, не дай Бог, если муж постоянно бьет жену, понятно, его заставляют разводиться, написано в свой закон, он ее кормит, поет, готов ее содержать, и он готов исполнять супружеские отношения, она уже родила, она уже похудела, все, он вот он, живчик, огурчик, но она говорит, уберите это отсюда от меня, от этого года, он мне отвратителен, и вот эта фраза, маис алай, арамейская фраза, отвратителен для меня, это тот галактический вопрос, который ставится на поездку дня, когда жена говорит, что мой муж мне мерцик, я с этим существом больше жить не могу, что делать, заставлять разводиться, или не заставлять разводиться, это тяжелейший вопрос, теперь, с точки зрения закон, есть простая часть вопроса, если муж продолжает в том же духе, то есть, вот он изменил жене, и он ничего плохого не видит, и он говорит родинскому суду, ну, сорвался, ну, ну, что она, сбесилась, все нормально, я там, вот у тех еще вот так, а у этих вообще такое, что, а тот вообще избивает, а я что, я там сходил, чуть-чуть вернулся, вот я уже здесь, деньги приношу, зарплату, что еще, нам в таком духе, то есть, такой человек, который не чувствует ничего, что вот он такого, что-то страшного сделал, что-то предатель, ну, что этого не чувствует, не понимает ничего, то есть, здесь проще, то когда, когда родинский суд видит, что он продолжает в том же духе, что он завтра может опять пойти, когда ему опять закончатся, ну, тут можно его заставлять разводить, почему? Потому что есть формулировка в Ромора, Моша и Сервеш, один из наших величайших законодателей, что этот человек называется Роэзонот, есть такое название замечательное, пастух-блудниц, это коммуническая формулировка. Правда, и с этим моментом тоже есть некий деталь. Деталь заключается в том, что это приводит ашхенадский законодатель Ромоша и Сервеш, асифанский законодатель, величайший составитель свода законов Ромена Юсефа, он этого не говорит. Он почему-то не приводит, что в случае, когда муж является пастухом-блудниц, его можно заставлять разводиться. Почему-то в этом инициативе. И здесь возникает проблема. А чего он молчит? Он что? Согласен с поведением такого мужа? Вообще, что происходит здесь? Так у Сифана уже разрешен брать с несколькими мужем. Такая проблема у этой женщины. Так, минуточку. Такая разница, с кем он изменяет? Минуточку, минуточку, минуточку. Изменять же не это одно, у Сифана, да, а иметь три или четыре жены это совсем другое. Это как? Значит, три или четыре жены это совершенно официальная вещь. А вот если он изменяет с пятой, да? Нет, с пятой, с шестой не важно. Речь не в количестве. А речь в том, что это должно быть все кошерно. Под хупой. Он купал, он пошел с женицем, сказал, дорогая, я сегодня вернусь по-позже. Я женюсь. Все нормально, все все знают. Усифана в США это другой мир в США. Понимаете? Но когда он обманывает его, когда он говорит, что он задержался на работе, это совершенно другая песня. Это для женщины страшное откровение. Короче, говорим. Раф, это разве другой мир? Ведь это же было изначально, до разделения наш кеназов. Это было всех изначально, да. Ну, давайте не будем о грустном или о веселом, я не знаю, как это лучше определить, а ставим эту тему многожелства, она бесконечна. Как только евреи на нее нападают, все, они уже не прошло другой разговор не могут. Давайте мы пока это оставим, опустим. Вернемся. Потом как-нибудь еще раз порадуем себя этими бесполезными воспоминаниями, я бы сказал. Так, речь идет о чем? Что на самом деле, оказывается, здесь сталкиваются два закона. И вот здесь, вот в этом законе, если человек устанавливает, что нужно заставить разводиться мужем, а допустим Синедрион говорит, что нельзя заставить разводиться мужа, и периферийный один возвращается домой, скажет, что это не правильный Синедрион, и заставляет мужа разводиться, то этот развод — не развод, и женщина остается замуж, и она выходит замуж, приживому за другого человека, и дети у нее незаконнорождены, И каждое интимное отношение с новым мужем – это нарушение смертного греха, потому что она находится в связи, будучи замужней женщиной. То есть, если этот человек неправильно установит такую голову, поскольку такой страшный момент наказания для тех людей, для которых он установил, этот периферийный стричок, взнадававшийся против Саневриона, может быть казнен. Теперь буквально два слова, чтобы понять, что там происходит. Значит, есть две части у этого закона. Он очень-очень оказался тонким. Во-первых, есть общая часть, которая касается того, что написано у Рамбова. Маймонит, один из наших величайших самодателей, первое, в чем мы здесь возьмем, это Рамбов, Маймонит, который пишет в своей книжках, устанавливает в голову, что если женщина говорит в равину, в равинском суде, что муж мой мне отвратителен, то этого мужа заставляют с ней разводиться. Так устанавливает Рамбов. Что он объясняет это дело? Конечно, он приводит доказательства, всякие сталмуды, все, но он говорит, что основная идея и причина в том, что он говорит, это его слова, что она не как пленница, чтобы быть рядом с ней. То есть Рамбов, в согласии с своим великим гуманитом, он говорит, что любая женщина, если она приходит в равинский суд и говорит, а он мне додает. Ну нет, ну не надо, а он мерзкий какой, я больше с ним жить не хочу, все, я берегу. Рамбов схватается за сердце и говорит, да какой же он плохой человек, что он тебе надо, все, а ну попадай сюда ляпки на тебя. И вот туда в равинский суд, Рамбов говорит, как же тебе не стыдно, не разводиться. Я же ее люблю, я же ничего плохого не сделал. Если бы не сделала, не сказала бы, что ты отвратительный. То есть в таком добром стиле современных Соединенных Штатов Америки, то есть муж всегда виноват, муж всегда плохой, значит Рамбов, мерзкий, значит мерзкий. А, то есть это уже вырослая ситуация, не бывательная ситуация? Сейчас, 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 это общая ситуация. Теперь ее спрашивает Рамбов, слушай, может договоритесь, все-таки мир в доме, в семье, что он тебе плохого сделал? Ничего он мне плохого не сделал, не надоел, я вообще не хочу увидеть, все. Чалкает, но на него не будет. Громко, звонко, чалкает, понимаете, все. То есть у нее есть какие-то цели. Она говорит мне, по Рамбову, по мнению Маймонида, она ничего никому не обязана объяснять. Не хочу. Вот начался. Судебный исполнительный с палками. Из-за спины Рамбова выскакивает, как из-за пакетки. И говорят, ну, мой, человек, пишет у нас вот. Ну и он, естественно, видит таких. Буа-йо, плачет, но разборится. И Рамбов считает, что это совершенно нормальная ситуация. Она не пленится. Надо сказать, что против Рамбова, в данном случае, выступает большинство великих равен. Не все правы. Что ждать еще от настоящего мужчины, Михаил Иванович, как не такой реакции. Да. Так, с ним, выступав в противоречии, напишу две следствия, да, вступает в величайшие равины разных времен. Конечно, Рамбан, может быть, Нахман, который через сто лет после него примерно жил, как вы знаете, и очень многие его законы критиковал. Нахманит, так называемый. Он пишет, что это что же получается, ну, это не точно, я цитирую, но вот интонация именно такая, это что же получается, что сейчас каждая придет в равенский суд. И потом мужа будут палками развод писать, заставить, что ей просто что-то такое в голову ударило, не будем говорить, что. Это что же такое будет? Любая еврейская женщина, если что-то не понравилось, говорит, а мне другое понравилось, вот это мутипатичнее, чем мой мужик, я тебя больше видеть не хочу. Что это такое? Это иудаизм, это вообще еврейский народ, это скромные еврейские женщины. Запретить. Ни в коем случае. Ты чего против него ими? Ты что? Что ты от него хочешь? Цветы в день не приносит. Иди сюда, мой жила, иди его, приноси ей цветы. Каждую пятницу. Чтобы сначала еврейский суд цветами, потом к ней. Выше отмечать. Что? Ну, надо что-то сделать, чтобы помирить людей. И все. И голову не махать. Да. Ну, что? Да. Вот. Доран-бам. Да. Доран-бам. 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 И никакие эти законы им были совершенно не нужны. Почему? Потому что они не отходились без них. Не было Рамбама, здесь у меня появится меня в шамочку. То, что в Талмуде написано, май и салай, это все в Талмуде написано, все это есть. Просто в Талмуде есть разные мнения на эту тему. И Рамбамус, а я просто пропускаю, сейчас если я начну с царя гороха, так мы здесь не уйдем. То, что они просто изучают Талмудическую тему, они выводят из нее раму, что надо так. Эти, говорят, что это неправильно, говорят, что это не так. Потому что они, естественно, базируются на тексте Талмуде. То же самое против него очень жестко. Мы не уступаем по-разски в Рамбаме. Конечно. И то же самое все происходило. Великие рабины, они установлены. Так закон другие, так закон базируются на Талмуде. Радейн Утам, внук Рашек. Он вообще очень жестко написал против Рамбама. Но, написав жестко против Рамбама, он очень стадует еще добавляет. Он говорит, конечно, все правильно, заставлять мужа разводиться нельзя. Это нехорошо, это будет неправильный герб, неправильный развод. И изучать его от общины тоже. Только бить, а изучать от общины этого еврея нельзя. Но, в принципе, у нас, говорит Радейн Утам, в Великешкинахский законодатель, у нас вот у всех мудрецов-то такое вот мнение и согласие, что мы зато можем объявить ему бойкот. То есть, когда мы понимаем, что действительно женщина не может его выносить, что это не какой-то еж... Ну, везде слушай, голову ударил, да? А что она действительно не в состоянии выносить этого человека. То даже если у нее нет причин серьезных для этого, ну, какая-то десинкразия родилась внутри себя, то мы можем сказать ему, дорогой, разведись с ней, пожалуйста. Уж постарайся. Мы тебя очень просят. Нет, мы тебя палками пить не будем. Мы тебя от общины еврейской не отлучаем. Но мы можем, имеем право объявить, знаменитый хэр об дробей нутам, это знаменитое лекарство об дробей нутам. Значит, объявляется в синагоге на всю тысячу человек общины, что есть человек, которого зовут Мойша такой-то, и с ним мы объявляем, что никто абсолютно из наших членов общины не должен ни разговаривать, не иметь совместного бизнеса, ни то, ни сё, ни пятое, ни десятое не кормить, не давать в долг, ничего, никаких отношений с ней не иметь, пока он не разведется с женой. Нет, пожалуйста, пусть он ходит в сенаду. Мы его не выгоняем, никаких других самых не бьем. Но, как Абы, понятно, что этот бойкот – это тоже очень сильная слеза. Однако, этот человек теоретически может взять свою жену, переехать в другой город, сказать «до свидания» своей общине, которой не хочет с ним разговаривать, решить свою проблему. То есть его никто, как Рамбом предлагает, за шиворот убрал и к стенке не припирал. Как можно взять жену, которая не хочет? Как ее можно взять? Не взять. Не хочет – не надо. Отбросит и взял? Нет, она же не нуждается в разгоне. Она же никуда куда-то поедет. Поэтому, или она сама со мной поедет, или она ко мне в итоге приедет – никуда не денется. А я с этими, они злые, они со мной не разговаривают. Я с ними здесь жить не хочу – я уезжаю. То есть ситуация тоже пахтовая, естественно. Значит, это вот Рамбом. Теперь ситуация другая. На сегодняшний день, действительно, Галахер, я пропускаю кучу всяких моментов здесь, разных Равинов и разных поколений, которые этот вопрос обсуждают. По закону действительно запрещается бить человека палками в случае, если жена приходит и говорит – он не отрыт. Мы его не бьем, мы его физически не заставляем. Галаха не устанавливается в соответствии с мнением Рамбома. Не устанавливается. Не заставляем. Ну что? Во многих общинах, это еще Хазаныш писал, буквально там, пятьдесят лет назад, принял вот этот вот Равинов. То есть, если мы видим, что она не может его действительно выносить, мы ее, конечно, не можем заставить с ним жить дальше, и мы ему объявляем бойкот, и очень часто это работает. Вот это вот то, что этой части говорит. Это все пока простые вещи. Теперь дальше. А что, если у нее таки есть причина? Серьезная причина, называется амфоломюбре, раз есть какое-то логическое выражение, для ее слух. Надо сказать, что вот эта вот серьезная причина, это исключительно важная вещь с точки зрения еврейского закона во всяких проявлениях его. Например, знаменитый случай, когда мужчина бесплоден, и женщина хочет, чтобы его заставили с ней разводить. Не порекомендовали, а именно заставили. Ну, проверили, разобрались, врачи туда-сюда бесплоден, его 10 лет прожили, он виноват. Она считает, что он виноват, врачи говорят, что он виноват, он тоже признает, что он виноват, но я ее люблю, я ничего не могу сделать, может быть, я когда-нибудь вылечусь. Так, если она просто говорит, уберите вас и заставьте, его просто будут уговаривать разводиться. Никто его не будет заставлять силы. Но если у нее есть сильный аргумент, зачем ей это надо? То есть, если она говорит в равенском суде, что она мечтает о детях, не просто потому, что он виноват, а она должна это сказать, то есть, мы должны или должны понять это, как не то. То есть, у нее должна быть сильная, понятная для суда позиция. Тогда ситуация резко меняется, и могут выскочить судебные исполнители с палками. Его могут заставить осуществить. Когда она говорит, что, как в Талмуде очень красиво формулируется, мне нужна палка для стареющей руки и лопата для могилы. То есть, мне нужен ребенок, который будет поддерживать меня в старости и который будет меня охранить. Так это формулируется. Но она совершенно не обязательно должна красиво, метаболически высказываться, но она должна что-то сказать. Так вот, когда у нее есть определенное четкое мнение, почему он имел. В частности, он пастух-блудница. Человек, который постоянно ведет беспорядочное оборудование. В этом связи, Рамо, Рабейны Моши и Север, наш шкинастский законодатель говорит, что его можно заставить разводиться. Теперь, оказывается, что есть проблема с тем, что он с этим не согласен. Я вам рассказываю. Вот это начинается тонкость. Тонкость заключается в том, что если человек таки раскаялся, то есть не то, что все нормально, ничего, сходил на сторону разочек, все ходят, раскаялся. Он понял, что он ее предал, что она была беременна, что у нее была тяжелейшая первая беременность, у нее отек ног, я не знаю, что вообще с ней происходило. А он пошел налево. И он такой весь раскаящий, сидит в трагическом состоянии. Он приходит в Равинский суд, рвет на себе кипы все. И все, и он прямо в ужас. И Равинский суд обращается к ней и говорит, дорогая, любимая, ты же его прости, он же, ты посмотри, как он рыдает. Я не могу прикоснуться к этому человеку, он не омерзит, он продолжает говорить о нам. Это как раз тот самый случай, практический вопрос, о котором мы говорили. Потому что вот этот товарищ, после беременности, после того, как она пришла разводить в Равинский суд, он приполз к Равинаму, и говорит, простите меня, и у нее тысячу раз попросил прощения, и все прям чу, рыдает, раскаивается, вот это вот оно мне не нравится. Видеть не могу его, как вспомнит, так взрослый. Все. Вот эта ситуация, вот эта ситуация очень помнена. Что оказывается? Ситуация эта была рассмотрена уже очень давно одним из величайших законодателей, ашкенастских, живший в городе Франкфурте, Равина Александра Зислин. Жил он на рубеже еще 13-го и 14-го веков по их лету исчислениям. Он значится в списках погибших в 1349 году полэтних лет исчисления во время черной чумы, страшной эпидемии. Черной чумы, которая захватила и Азию, и Европу, даже это страшное дело. Так вот он, этот великий человек, великий законодатель, в своей книге, она называется Сефер Агудан, «Медосвязь». Так он пишет в своих галактических ответах, приводит кучу доказательств, и приводит мнение Равина до него еще, Моран Гротенбург, что в случае, если муж изменил жене, и она приходит в суд и говорит, что он не отвратителен, две вещи. Не просто он не отвратителен, как у Рава, не знаю почему, а вместе с объяснением, потому что он неизменен, что мы обязаны заставить его разводиться. Всеми ими. Как это доказательство? Может, у него алюцирование? Сколько? Если никаких доказательств нет, он говорит, ты что? Она говорит, я видела, например, в окно подсматривала. Знаете, это сложнейшая история. Когда у нас нет оснований, у нас нет оснований. Мы понимаем, поднять руку на еврея, когда мы точно не знаем, виноват он или нет. Это же не приходит в голову. Мы ему вчера увидели, что ребенка, пятилетий, его нельзя наказывать, если ты точно не знаешь, что он наш коп. Если предполагаешь, его нельзя шлепнуть по попе, нельзя поднять руку на человека, когда ты точно не знаешь, что он виноват. Это же невозможно. Поэтому, конечно, когда мы не знаем, когда он говорит, он мне известно, ты что? Я тебе, да никак не знаю. Раф, а в случае измены, два свидетеля не нужны? Конечно, хорошо. Они избавят нас от ненужной волокиты, от расследования судебного. Нам будет гораздо проще. Понимаете? Но вот в этой данной истории, о которой мы говорим, Равинский суд прослушал запись. Как? Это недавно. Сейчас. Сейчас. Вот эта вот беременная девушка. Сейчас. Все это что происходит? Каждый день происходит в разных Равинских судах. Все это безобразно. К сожалению. В наше время люди очень плохо учат жить.. Ну вы хотели Равинский суд сделать без него. смелее ничего не забоятся слышала версии который который было это ужасно грех это очень плохо если женщин у женщин вызывают отвращение мужчина это правда тогда если это от уши я слышала что это большой грех что нельзя этого допускать чтобы когда сексуальные отношения даже если там уже тогда получается это даже не имеет значение что он сделал что-то или не сделал что-то приходит и говорит что не против поймете когда какие-то причины я понимаю это серьезный вопрос по поводу сексуальных отношений вообще это огромное количество законов на это тем совершенно другая вещь это тоже серьезнейшая проблема что получается что если это только но я не помню не слышал это мне кажется что такое слышала поэтому это случается что надо разводить потому что иначе тоже нельзя это другой галактический вопрос что значит нехорошо назвать и любит к билай в том числе языке я я его на себя не принимаю то есть такое выражение не идет как этот момент это совершенно это отдельный закон это тоже все рассматривается тонко очень ну просто и больше она приходит он не отвратительно да не он не отвратительно вообще не только она не хочет жить эти мужчины потому что изменить так вот они просушили кассеты и там уже ничего не нужно было никаких свидетелей уже не нужно а он потом признался когда этому кассеты при сначала готова что да как вам не стоит а потом когда его включили на расставку официального государства не признают это другой раз мы говорим про раввинский суд котором там не только были кассеты я не хочу просто даваться неприятной истории там еще был один человек вполне кошерный который кое-где проходил и кое-что видел в городском саду играет руковой оркестр в общем там вы были всякие детали по которым было совершенно ясно что товарищ отдыхал от жены неопределенное время не короче говоря сейчас он весь в слезах и в раскаянии и вот это вот так откуда пишет раввин александр здесь нет 14 веке по этой тысячи среднем начале он пишет один из величайших наших законодателей что надо заставлять разводиться приводит доказательства дальше это вообще худший случай предательства жены это самый лучший случай вообще из всех за которые заставляют разводиться что допустим от развали это заставляет разводиться человека если он допустим заболел страшно какой-то болезнью не из лечения проказа и он хочет я продолжаю продолжить жизнь а значит это не согласно так его заставляет разводиться просто закон того а это хуже чем любая болезнь это он ее предал он это естественно этот закон который установил бейк иосеф составитель сифарской части что-то за полоса ночи вот за полосы он этот запомнил естественно потому что от четыреста века до сих пор прошло еще добрых бестерин и он этот закон приводит свои комментарии и говорит следующую фразу что я считаю что на этот закон полагаться не следует что из-за предательства уже надо прям заставлять разводиться потому что у других законодателей этого не написано это только один человек написал вот этот вот равен здесь больше кроме него никто не писал пишет и вдруг выясняется что от внимания иосефа корова великого составителя законов ускользнул один маленький фрагмент написанный за сто лет до него другим великим раввином раввин шалом шалом и дуран который жил в алжире мы сами говорили там в алжире был тяжелейший спор поставили рабицы баршешин был поставлен первым казенным раввином это было в 15 веке начать так его поставили первым казенным раввином что это означает что царь алжира назначил его раввином еврейской общины не еврейской общины выбралась отца и надо было такому вообще случится что именно величайший еврейский законодатель был выбран алжирским царем алжирский царь мог промахнуться как вы понимаете очень легко но он не промахнулся выбрал великого человека а вот этот вот раввин шлона более молодой раввин в Алжире потом он сменил на посту великого главного раввина вообще нету он стал спорить с этим и был знаменитый спор по поводу того может ли царь местного государства так вот президент вмешиваться в рейские дела и назначать своему раввином да может ли вообще какое-то решение царя повлиять на решение в рейской общины целой истории так вот этот самый ташбаз раввином который был потом главным раввином в этом Алжире он в одном из своих ответов оказывается написал тоже как великий ашкинастский законодатель что в случае предательства мужа надо заставлять разводиться и этого ответа составитель своза законов просто не видел и один из величайших сибарских мудрецов последующих поколений 200 лет назад и все 30 лет назад он умер раввина арона фанги это была целая фамилия они жили даже в северной африке так он пишет своей книжке я дар он что если бы иосиф каро видел то что написано у этого великого алжирского законодателя если его составитель своза закон об этом видел он бы тоже никогда не написал что это на это нельзя полагаться и он бы тоже бы сказал что в случае предательства мужа нужно заставлять развестись теперь самый последний замечательный момент но ведь разговор то везде идет про человека имеющего статус роя за рот пастух блудница тут же он не пастух блудница он всего один раз сходил он же не пастух он только под пасту разве прибежал и убежал то есть разве можно человека который один раз такое сделал помечать таким страшным статусом пастуха как же на него всю эту законодательную базу навесили с агудой статусом вот такой вот безобразного поведения и тут ужасное откровение которое происходит в книге маханэ хари написанная рэбэйду хаим софером ним из тоже наших замечательных ашкинастский законодатель он прямой потомок постоянно цитируем этот великого раввин так это его прямой потомок он жил что вообще никогда не спорил ни до не после него что оказывается человек который нагадил один раз уже имеет в себя на лацкане пиджака эту медаль под названием пастух блудница доказательство убойной нет откуда оно приводится замечательный страшный известнейший случай истории мельского народа когда сэп праведник год сопротивляется против жены своего хозяина путифара египте и сопротивляется сопротивляется наконец сдается он приходит к ней чужой жене когда все ушли на религиозный национальный праздник египетский и долбоклонский она сказала что у нее болит голова прям как чувствовала что он любимый красивый придет к ней и он тоже пустой дом где никого нет все ушли на долбоклонский праздник он приходит что-то чинить написано там лампочку круги сделал битва и вот он уже пришел к ней и он уже фактически уже сдался и и домогательство авторе написано и лишь меньше больше бывает что ни одного человека из людей этого дома так оказывается не из людей кто-то был известная история раз говорит что йосиф видит призрак своего отца тень отца отца я отца двенадцати коллег который как бы проходит в окне за спиной жены путифара и говорит ему когда нибудь в храме на святой земле у первосвященника будут на плечах два камня и эти два камня будут скреплять его одежду цветы одежды первосвященника и на них будут начертаны имена моих сыновей двенадцати коллег ты хочешь чтобы твое имя было стерло с этих камней и чтобы тебя называли пасту планиц говорит про отец якова йосиф видит призрак в ужасе опоминается и совершенно голый убегает из дома как известно но из этого страшного мидрошама совершенно конкретно великий праведник йосиф который не имел ничего кроме одной попытки нарушить закон связан с развратом если бы он его нарушил в этот момент он уже получил бы медаль пастыря пастыря пастуха а юда и тамара юда и тамара это совершенно другая почему то дарование тора как объясняет тот же рамбол в своих законах из этих естественно никто не спорит до дарования торы все было еще свободно законы еще у нас с вами не было но она была к сожалению она была к сожалению за поэтому до дарования тора за мухи женщина была запрещена в любом случае но до дарования тора иуда который похоронил свою жену и тамара которая была вроде бы свободна это отдельная песня она не встречается на дороге и в до дарования тора любой мужчина могу сказать любой женщине давай пойдем поживем вместе и ничего такого нет и сейчас такой же закон для неевреев любой совершенно не еврей можно сказать любой не еврейке когда это свободные люди не замужние и женаты пойдем поживем некоторые веры и это совершенно нормально для еврейского мира или для мира дарования тора у нас это все серьезно у нас надо жениться всяко стилейского народа все это понятно но дарование тора иуды и тамара это не про короче говоря из этого мы совершенно в лоб видим что вот этот вот момент так он же не ведет беспорядочный образ жизни только один раз абсолютно не беспокоит это жесткое нарушение закона которому нравится этот жуткий статус поэтому на сегодняшний день есть очень много случаев в раввинских судах в разных городах и везде что в таких ситуациях когда даже муж раскаялся и он даже просит прощения обещает что никогда больше и жену раввины уговаривают и говорят ну уже прости его ты вишен так раскаялся и уже все на стороне мужа всем уже мужа жалко все же забыли что это он если она стоит на своем и говорит уберите от меня это урода мы ничего не можем сделать и очень многие родины раминских суда принимали таки тяжелое решение заставлять его дать развод в этой ситуации потому что она не просто говорит что не отвратительный есть четкая ясная разъяснение вот в этом вопросе один из классических сложнейших конечно классический вопросов когда мнение раввинов если они расходятся если один говорит так как вы себя как вопрос жизни смерти да у меня с этим большие проблемы у нас во всем у меня есть большие проблемы я вообще собески такого слова когда человек спит с замужней женщиной это это просто не обсуждается давайте про это забудем а вы рассказываете про другую ситуацию за про женатого мужчину когда женатый мужчина спит с другой женщиной да в связи с чем я не знаю это все равно да в связи с чем да так вот в этой ситуации вы говорите еще это возникало то я говорю что он в этом совершенно не виноват а виноват это грамминский суд да потому что потому что если бы у него были если бы он жил под правильным еврейским законам с заповедованным ему господом Богом он бы взял на это время вторую жену он бы на ней женился а ему было бы мало он бы взял бы третью понимаете а то что Равинский суд с ним сделал вот это результат очень интересное мнение мне нравится ход ваших записать нужно это очень правильное а теперь они говорят ты виноват мы тебя разведем чего раз не про себя рассказывать я не про себя не про себя не про себя вот видите вам хватит одно потому что и дальше а почему это хватит вам хватит нам не хватало не хватало значит смотрите какая страна здесь есть тонкость с одной за то что вы говорите естественно многие сепарские поддерживают двумя руками говорят да конечно нечего было запрещать вот у нас вот у нас говорят сепарский Равин у нас не запрещено многократно в принципе теоретически мужчина может жениться на второй жене если очень захочет катастрофы нет во многих общинах это так сказать протекуется ничего страшного и как бы сами вешкиназы виноват то есть такой подход возможен но здесь есть деталь задается вопрос если вы уходите вот в тонкую тему а почему же доказательство он уходит ну почему человек который один раз сходил налево называется простуком глупости он же один раз поскольку глупница это же конкретное выражение это человек который постоянно это вот это все делает в чем и логика почему ему присвоили этот жуткий статус и это написано в совершенно другом месте один из наших тоже замечательных русских еврейских заградателей живших в новарках в новокрутке Рихим Миклик Эпштейн автор книги Орха Шулка популярнейших сильнейших книг законы еврейских 150 лет примерно назад написал все время там пишет я говорю в нашей стране в стране России у нас такие правила такие правила наши еврейские общины и так очень большой глупотрет русско-еврейские общины жизни так вот он пишет там объяснение для этого момента а пишет он что проблема с этим человеком который сходил налево в том что есть специальная сладость ворованной воды выражение этой царь Соломона мы говорим не так в этой притче царь Соломона ворованная вода сладка в этой истории янам говорит царь Соломона и хлеб скрытый приятель что хочет сказать царь что он что есть особое специальное удовольствие у человека не дай бог не про нас будет сказано не тогда когда он спокойно занудно заводит вторую третью десятую жену а тут еще надо содержать а тут еще надо к тугу подписывать перед тем как жениться а в этой к туге будут записаны обязательства да пропади а не тогда когда что-то нужно подписывать не тогда когда я должен что-то кому-то отдавать не тогда когда я должен быть ответственным тогда когда я просто нашел какую-то тетю с другой стороны есть же это русская пословица запреты флотства ну а в этом разговор это оно оно и есть оно и есть то есть ему особенно приятно это это приключение это как они здесь говорят а а жениться это по вы кого вы на что призываете человека поменять придаву приключение удовольствия на вторую жилу который тоже будет вот так вот стоять и встречать его на 2 кухне у него на одной такая ситуация еще третий он заведет они все будут стоять вот так зачем ты была вот хочешь чтобы это было романтично поэтому по этому говорю то ухожу из-за того что он вот это вот попробовал этого мороженого считаю уже пастухом и микс во множественном числе он пойдет он скорее всего пойдет очень тяжело представить себе что молодой человек который она будет опять беременна у нас у евреев принято что было много детей и это очень часто знаете парадокс заключается в том что эти люди эти вот отцы которые периодически ходят на сторону они страшно человеке они очень любят своих детей и они просят своих он скорее чего родили и прям но пока на беременность ваш бог себя чувствует у себя не может забереть шкаф шкаф через окно и вы победили обратно ситуация не община понят мужчина он инициатор года и он может но насильно мать тут же тут опять парни сашкина заносит нашли нас вроде бы тяжело нельзя но тут наш финанский закон бумага изначально потой мужчина не должен то есть если женщина отказывается брать разговор это тоже неправильно в чем тоже должен иметь возможность освободиться на доволен всех набор почему нет естественно никто его так просто не разведет причем приходит ровеский суд армейский суд будет 10 это я не знаю несколько месяцев голову морочь чтобы они повелились все было понятно то есть у нас это главная задача это поменять же все было хорошо мы сейчас не в этом говорим о том что есть какая-то серьезная причина там то есть есть опять случай когда абсолютно без разговоров развод опять когда женщина изменила мужу там или что-то еще есть ряд случаев когда без разговоров когда отказывается от каких-то своих обязательств там сиклических отношений есть всякие моменты но да в данном конкретном случае конечно у сепарта а галаха устанавливается как раньше что муж в принципе имеет право разводиться с женой против его ли это означает он пишет разводное письмо подходит мне и засовывает туда паспорт и до свидания то есть он это теоретически может конечно равинский суд пока до этого дойдет любой сепарский равинский суд будет ему бог знает сколько времени голову морочить чтобы он остановился не разводить но если он будет упрямиться до конца но принципе такая вещь возможно сумочку при двух свидетелях немножко назвали запрещено тысячи лет назад закрыл эту тему не разводиться против боли женщины поэтому сейчас ситуация очень и очень тонкая для того что вообще с женщиной разместись иногда тоже требуется вот так как мужчина учить своего так и жены иногда любят помучить например вот так вот циферские женщины стоят и почему наши стоят а вот по этому все вот этим законам я знаю что я тут рядом другой нет кому уйти педалай а вот если она вот так один раз спал вы присвидите все говорите он не про себя он только про женщина я пошутил михаил роман это было просто шутка чтобы немножечко расслабить аудиторию известно где каких непонятные люди бывают еврейские девушки как воспитывать что они они основы грейского дома не разорвались стильте середины стержень резки семье я такой вот это такой момент отступления связанная с темой еврейской семьи вы понимаете что каждая конкретная ситуация рассматривается отдельно буквально осталось на 5 10 минут мы двух словах отойдя от этой темы вернемся в структуру еврейского государства я думаю что вам будет о чем подумать после этого урока здесь видите столько разных мнений столько разных возможностей решения мы обсуждали это действительно очень тонкий закон теперь вопрос связанный с царю оказывается как вы понимаете вообще становление монархи на территории святой земли это вопрос исключительно тонкий как вы помните когда сама торопишь вы решили что еврейский народ придет какой-то момент к своему руководству старт асима аллах и поляки машин что я поставлю над собой царя как все народа какой-то который вокруг меня получится что и месяц то вокруг грейского народа грейской земли будут всякие государства церкви и какой-то момент своей истории пророчествует машина мы все свои речи обязательные минуты тоже потребует себя царя как у всех торговый сон на символы на нашли кашель на ухе какого поставь над собой царя которого изберется лишь пожалуйста я уже пора напоминаем это разбираем вдруг совершенно нет когда все это действительно реально в жизни произошло порогу шуму или заявилась делегация евреев но он много лет потом одному из потомков машина и все заявилась делегации и сказала такая фраза дай нам царя он осудил как все на ухе там сильного центральной власти вертикаль захотели сильный вроде пророк шуму и устроен такой скандал и запугалась такую смерть и грома молнии на них чуть не почина естественно все наши мудрецы и спрашивают то ли написано совершенно я придут поставим давай поставим царя поста помощью пророка там избранного божественного избранника все чем вы пришли просить царя арино темы сделано такое злоба и порога оказывается то ли написано по раха и макадожа визит ее как всякие разные наши мудрецы объясняют орино бизнес они придут и скажут поставь царя чтобы он как у всех народов а то она это говорит поставь царя который разберет творец не как у всех народов а совсем другом эти пришли пророку шуму и товарищи делегации вообще простой политической идеей что мы хотим царя чтобы он нас судил как у всех что это такое чтобы царь лоббировал чьи-то интересы дай нам царя который говорит поставь над собой это должен быть действительно реальный лидер который имеет реальную власть а не пешка за которой стоят такие силы или такие силы такого не надо это вообще неправильная государственная структура который постоянно выталкивает каких-то чертиков из табакера которые значит изображают из себя лидеров а за ними какие-то крупные структуры стоят и где решают свои темные дела это вообще не наше дело этого нельзя они это хотели вот именно за эти пришли пророку и он сразу и без оказывается в этом самом деле говорится что это должен быть за царь написан закон каких вообще людей нужно выбирать на руководящие должности еврейской народе и очередной случай когда евреи уже скажем те которые писали в основном американские законы они слышали звон и не совсем знали откуда несется и решили что мы на американский закон тоже вот как в торе написано мы тоже оказывается сон ксима лэхамена помести над собой царя что вашего какого который изберется лишний микер и вахета изнутри своих братьев стасима лэхамена помести над собой царя но тухан а ты не можешь поставить над собой человека чужого ашер влах и фг у который не является своим братом то есть человек который не родился евреем не может быть царем еврейского государства отсюда понятно откуда истерия скандал он родился на габаях или не родился на лэхамена кого это интересует есть это умный человек который подходит который болеет за страну поставить ему президента не морозить голову какая разница где он родился а если он не на габаях а на два острова которые севернее или южнее которые не принадлежат сеньянам что что от этого меняется посмотри если он годится если он не годится даже если он родился в вашингтоне в аварийном кабинете на приеме у президента у его матери через схват если он не годится что он ставит если он идиот закон нет закон о нет но критерий же вопрос за куда он взялся этот закон вот он чисто дорого в этом что нельзя поставить царя который не изнутри брать не еврей который ранее родился более того пишет рамбом и на самом деле талмуд просто он приводит из талмуда что коль миссима из чата сам там несколько раз повторено второе это учится на прямую историю что все установления которые ты над собой ставишь всех за руководящих товарищей ты можешь ставить только мигера изнутри своего то есть руководить евреем должен человек который грима как определить что этот человек будет ставленником бога царь отдельный царь мы сейчас не говорим про руководителя руководителя это ставленников когда говорится что человек должен быть избранником всевышнего это говорится во времена пророков потому что именно во времена порога когда есть прямая связь с творцом тогда есть монарх есть царь которого ставит без понимания того что сверху это персоналия одобрено никого над евреями ставить ни в коем случае не взять это получится не царь давид а калибр и получалось таки получалось когда допустим северном царстве не в южном северном царстве людей ставили царей там убивали друг друга менялись это ужасный диктатор не только поэтому но поэтому такие же прямо пророки был он сам был правильно и только благодаря пророком этой истории решили только благодаря вмешательству просто скорой помощи прибежал пророк на танки там все это разрулил и а даниил который лес на царство потому что он старший его убрали и царь соломон которому обещал давид и который был наиболее действительно способность и он занял место но это делились мы это разбирали наберем очень короче говоря ситуация то что все эти установления должны быть изнутри брать и это конечно исключительно интересная вещь интересный вопрос почему это так почему человек который принял едаизм например то есть родился не время принято есть он имеет абсолютно равные права в еврейском народе все он также соблюдаете запах не так же входит в синагогу но председателем родинского суда не может председателем общины не должен царем тем более ни в коем случае то есть руководящей должности должен занимать человек который родился внутри резкого а потомки этого гера и другая как только у него мама еврейка у человека он уже изнутри брать вырос при выберете с учетом и резьком желании еще мне делать оказывается дело что некие детали связаны с национальными ценностями принципе с национальными санцами имеют в еврейском народе огромное значение с одной стороны и поэтому это первое очень важно я скажу второе но вас удивить я думаю что действительно человек который имеет вот эти вот все наши еврейские гены имеет все вот эти еврейские штучки в крови он это хорошо чувствует все все наши еврейские дела его очень важно назначать на руководящую должность почему потому что будет лучше понимать остальных которые тоже с этими еврейскими штучками когда один приходит с еврейскими штучками к тому другому у которого каких-то еврейских генов понимания этого национального колорита нет он замечательный человек но он не отсюда он принял иудаизм и он считает эту религию правильным но вот это еврейского ощущения у него нет то будет тяжело разобраться будет тяжело принимать решение будет тяжело руководить он действительно то что торговая на шерлуах их он не твой брат изначально и поэтому понимание будет недостаточно это может быть даже не самое главное объяснение окажется что главное объяснение совсем не валит оказывается объяснение в том что вот этих людей которые приняли иудаизм шесть раз написано в торе что нельзя обижать окажется только один раз в торе написано что евреи не должны обижать друг другу альдануи шитахи в этом достаточно при этом нельзя и обижать другого но вот про этих пришельцев людей которые приняли иудаизм который бросили свою культуру перешли в еврейскую культуру шесть раз написано что нельзя их обижать обида нанесенная пришельцу деру это в шесть раз более тяжелая вещь теперь что ставить его на руководящие должности не дай Бог потому что человек который в еврейском народе стоит на посту это мишень в которую стреляют все кто находится ниже него здесь это председатель равенского суда я вам хочу сказать что они только о себе не слышит после того как выясняется что боров действительно должен больше 300 долларов и что он обязан будет их вернуть а боров с этим не согласен что он говорит про председатель равенского суда про всех его роста их по друзей если он обидит еврея родившегося евреем председателя равенского суда это будет это повлия но если он будет бедного пришельца который он же с распростеркнутыми объятиями пришелец идет в еврейский народ он думает что сейчас евреи все такие хорошие люди такие умные такие дружные у них такие знаете удивительные представления о нас очень часто у людей которые принимают иудаизм и когда вот это вот разбивается представление о реальность это бывает крайне болезненная вещь ко мне приходили такие люди которые были вот восхищены теми равенными с которыми они работали перед тем как принять иудаизм которые были восхищены канторами которые пели в синагогах которые прям вот аутентичная монотеистическая религия вместо ислама который потом неизвестно откуда взялся вместо христианства который все переделал не в ту сторону наконец он нашел истины после этого он таки и нашел после этого он видит как евреи друг с дружкой общаются и это очень часто когда он уже внутри это поражает человек находится просто очень часто в тяжелейшем моральном состоянии откачивать надо после от первого посещения собрания еврейской общины это просто в конце я вспоминаю собрание нашей московской религиозной общины много-много лет назад как они проходили это было упоение что евреи друг другу говорили как они разговаривали вообще что это происходило не забываем абсолютно так на одном из этих собраний ввели просто в члены общины человек стал членом общины один из вот таких вот очень восторжен добрых хороших русских людей которые приняли удачи у него такой такой прадедушка еврей и вот он значит вспомнил про эти корни и он пришел в синагогу и прекрасно и все и вот он приходит на это с одной стороны кричит один горсткий еврей что мы не допустим поваляешь кинозизации что ты о чем говоришь тебе чего не хватает и вот это вот в течение трех часов и раввины бедные раввины которые значит только уклоняются от одной реплики от другой реплики и вот это спокойно-спокойно-спокойно-спокойно-спокойно-спокойно и вас мы выслушаем и пытается навести порядок через трех часов вот это вот и этот человек он я видел что он не потерял сознание к концу третьего часа сначала он был такой вроде бы розовенький пришел он пришел народ 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 всевышнего да народ книги так и надо отметить что он здесь мы с вами не разойдемся во взглядах не найдет это очень такое крепкое национальное зерно у нас работает чувство противоречия упрямство наши лучшие качества которые называются народ с не поворачивающийся шею движение только вместе с тем голову повернуть он не может потому что это излишняя гибкость для его позиции голову вертеть чтобы повернуться вообще хоть куда-то весь памятник смещать это нашли поэтому надо сказать что он вынес это дело потом долго полтора часа общался с главным роликом москвы тот ему значит правильно правильно поворачивался это снял что на самом деле они все очень хорошие просто они очень волнуются за судьбу общины вот возвращаем мозг в раннем положении что они просто все очень перевановали за судьбу община и все болеют за общее дело просто смертельно умирают просто от болезни за общее дело и поэтому как связывают а так вообще они прекрасно замечательные очага он выбыл или нет нет в тёпле потом то есть он понял что вот эти приступы когда евреи попадают вместе в одно закрытое помещение начиная разговаривать это приступ который связан с их огромной любовью потом вот она не видит но такой момент также теоретически то что устанавливаются именно из евреев руководящей должности понимаете это такой вот с двух концов надо наблюдать так американский закон понятый тоже а он совершенно не потому что люди слышат звон не знают мы же говорим о государстве его вообще который объединяется по национальному признаку тут я не было и вот вот запустить нам человека который с этим не родится ему будет плохо быть силами зеленый зачем нам это так мы ставим из своих которые уже вот терпит калач который же все это знает что такое еврейский характер ему ставим он будет пусть страдает на руководящий дом именно поэтому кто и так не надо так я даже самый хороший с вами не разберешься если вы не быть вашим родным братом так то с вами не разобраться это так теперь они которые являются плавильным как у здесь люди всех национальных себе расповедали и тут вопрос вообще не связан с национальность принципе вопрос исключительно связано с чем связано с тем что у тебя голова молилась чтобы ты хотел этой стране было чтобы ты хотел что-то с нехорошее сделать так теперь и задается вопрос если бы допустим вы помните что творилось здесь во времена президента картера если бы президент рейдер который был при котором америку спасли и привели в порядке если бы он допустим родился не не в соединенных штатах родился в какой-то другой стране ему не дали пришел бы еще какой-нибудь такой вот как предыдущий так что было бы вообще кошмар почему бы всему конец понимаете то есть тут же надо теоретически смотреть на личные качества человека на его профессионализм на его способности руководить людьми то есть это иногда это невозможно потому что 1 возьмите вот например шутки шор цены вот у него хватает личных качеств у него всего хватает чтобы быть президентами есть только одна проблема станет президентом не будет ли его так сказать не получит ли австрия каких-либо преимуществ но в принципе в любом случае понимаешь откуда этот закон взять что это вдруг такое произошло с американским законодательством что президент должен быть рожденным американцем то есть мы видим что этот просто обыкновенный перенос копировать вставить как очень многие американские законы что собственно часто бывает очень положительно и приятно значит с божьей помощью в следующий раз я буквально скажу несколько слов если вы не захотите править эту тему о колдовстве еще радистом жалко что нас не будет в еврейской семье что да как вне так и внутри еврейской семьи потому что как вы знаете совершенно четко и ясно в той же главе шоке в качестве государственного закона вся эта реаль категорически запрещена то есть здесь речь идет о том что верну любимого гарантия 300 процентов оплата по факту то есть вот этот момент вот это все это чем пол полно на всех языках интернет пространстве газеты и все что-то все моменты связаны с чердейским волшебством они категорически запрещены святой торе как вы и причем это государственный закон то есть грейское государство должно быть полностью избавлено от этого потому что считается изначально как это прямо вот творец нам дал такой закон что он действительно на все века он смотрит вперед как только в государстве разводится все вот это это всегда признак никого декаданса в состоянии государства когда государство не в порядке когда в нем непонятно что происходит начать разводиться всякие магические течения бабки начинают действовать активно и все идут к бабкам и все это вот вот это все разводится именно вот так вот на таком мутном политическом состоянии дел когда государство крепко язву все хорошо и и основательно в жизни людей за это социум крепкий вся эта дрянь она не нарастает на теле а именно тогда когда смутное время тогда появляется распутин со всеми его фокус и все что вместе с ним пошло тогда российской жизни не только про него вопроса эпоха исторических это было и эта тема которая последний может быть из крупных так сказать тем про сдачу государства может быть следующий раз вы и пойдем вперед вперед-вперед к завершению уже фактически свет который который мы своем столько времени работали и к последнюю жизни машина вот вы хорошо себя представляете современную израильскую жизнь да вот скажите турнир сефарской общины в силу которые мужчины имеют больше обязательно как это делать как они устраивают как это делать они не имеют права по израильским законам жениться то есть нельзя иметь по израильскому что они динаму и приезжают серед выезжая с территории святой земли куда-то там женятся приезжают со второй женой и если он женился не на территории израиля современную и приехал в израиль со второй женой сефар то теоретически его никто заставляет разводиться не будет законом государственного израильского это поэтому если кому-то уже очень нужно у него есть возможность содержать объект то он допустим выезжает свое родное морокко находит там молодой красивым и поездил с собой я с этим есть большая проблема даже как вы знаете отцы сефарских девушек стараются обезопасить себя от такого развития событий как вы понимаете то что если я сефарский отец я не хочу что моя дочь была одной из трех жены или двух жён какого-то я хочу чтобы она была одна из одной вот такой человек я не хочу чтобы она вынуждена была мучиться и делить своего мужа с какой-то другой женщиной так я считаю допустим я не демократичный сефарский отец что я делаю я в момент купы я заставляю заставляю под купой жениха поклясться что он не возьмёт а если он не поклянется да извините тогда мы найдем того который поклянется для моей красивой он ничего не боится у него больше у него у механова с точки больше одного мужа не будет это все но мы говорим о чисто теоретическом значит ну а с божьей помощью до сих пор я так понимаю что у нас меня есть меня не дайте быстренько помолиться